В Азербайджане на сегодняшний день число людей, продолжающих лечение от коронавирусной инфекции, составляет 8,5 тысяч. За минувшие сутки было выявлено 118 случаев заражения, в то время как 503 человека выздоровели. Жизни 13 пациентов спасти не удалось. По информации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями ТАБИП, британский штамм коронавируса в Азербайджане не обнаружен. Однако вакцина Коронавак, которая сейчас применяется в стране, эффективна и против нового штамма COVID-19. В настоящее время Азербайджан также ведет переговоры с другими производителями вакцин. Отрицательная динамика наблюдается в странах Европы. В Германии число вновь инфицированных людей увеличилось на 7 с лишним тысяч человек. Днем ранее прирост был около 14 тысяч. До сегодняшнего дня в стране были идентифицированы два высокоинфекционных варианта коронавируса. В этой связи властями приняты меры. «Лаборатория регулярно отправляет положительный результат SARS-CoV-2 с последовательностями генома обратно в Институт Роберта Коха. Нам нужно быстро и всесторонне идентифицировать известные и неизвестные мутации в Германии. Поэтому мы материально вознаграждаем лаборатории, которые предоставляют необходимые данные. Это делается для лучшего мониторинга вируса». Бразилия продолжает борьбу со второй волной коронавируса и является третьей страной по количеству заражений COVID. Массовая вакцинация в стране стартовала 17 января. Приняла она символический характер. Прививку в Рио-де-Жанейро сделали у статуи Христа Спасителя. «Первые дни вакцинирования были трудными, но каждый понимает, что только так мы можем спасти жизни людей. Сейчас находимся в ожидании вакцины, которая будет производиться у нас в стране. Думаю, тогда, к февралю, мы получим хорошие новости». Португалия ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции. Среди прочего, предовольственные магазины сокращают часы работы. Запрещено собираться в общественных местах, совершать по выходным поездки между регионами. При этом школы продолжат работу. В Австрии режим жесткого локдауна будет продлен до 7 февраля. В настоящий момент в этой стране действует круглосуточный комендантский час. Выход из дома разрешен только по уважительным причинам. Например, чтобы закупить повседневно необходимые товары, добраться до работы или осуществить уход за больным человеком. Либо просто прогуляться. В Великобритании прививки от новой инфекции сделали уже свыше 4 миллионов человек, или 6% населения. Это следует из официальных данных. Большинство из них приходится на Англию, остальная часть – на Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Кроме того, почти полмиллиона жителей королевства уже сделали повторные прививки. В мире тройка стран, которая бьет антирекорды по заражаемости – это по-прежнему США, Индия и Бразилия. Всего за время пандемии число летальных исходов от COVID-19 на планете составило 2 миллиона.